Вот примерно такого размера и была коробка Super Nintendo Entertainment System в 90-х, или как ее у нас называли, просто Super Nintendo. Зачем мне столько, узнаете в конце обзора. Три из них можно будет выиграть. Первое, что просто не может не броситься вам в глаза, это размер. Ну, она еще меньше, чем кажется во всех роликах на YouTube. Кажется, это тоже ролик на YouTube. Но давайте сравнивать. Давайте сравнивать. Вот здесь у меня есть оригинальная Super Nintendo. И она просто, я не знаю, в 4 раза меньше примерно получается. Также у меня здесь есть картридж от Super Nintendo. И новая SNES Mini, она сопоставима по размерам. Она, конечно, потолще, но в остальном всего лишь чуть-чуть больше картриджа. Такая прям малютка. Очень классно, очень приятно держать в руках. Хочется повесить на ключи, как брелок. Как и в прошлый раз, с NES Mini в комплекте идут кабели. Это HDMI, это micro USB. Они нам пригодятся попозже. Что очень приятно, в этот раз в комплекте не один, а два контроллера. Второй я еще не распаковывал. Он лежит у меня в коробочке. Но он есть. Приятно это все почему? Потому что NES Mini у нас продавалась с одним контроллером. И раскупили это все очень быстро. И сейчас, наверное, будет примерно так же. Но второй контроллер, тот, кто не успел купить и теперь хочет поиграть вдвоем, вы просто так не найдете. Здесь их сразу два. И учли еще одну проблемку. Кабель стал гораздо более длинный. К слову, не знаю, сравнивал уже кто-то или нет. Ни разу не видел в интернете. Но кабель все еще короче, чем у оригинального контроллера с NES. Но я не могу сказать, что это как-то мешает. Я уже вдоволь в нее поиграл. И, ну, от этого вполне достаточно. Контроллеры в этот раз тоже, на первый взгляд, идентичные. Такие же, как были в 90-х. Но на самом деле это не так. Вот в данном случае контроллер от европейской Super Nintendo, он очень гладкий. У меня таких два. Я потрогал оба. Они оба очень-очень гладкие. Этот шершавый. И это единственное отличие, которое никак не мешает. И которое многие, наверное, даже не заметили. Что еще осталось у нас в коробке? Это бумажки. Здесь мануал, в котором читать особенно нечего. Ну и код для современной нинтендовской системы поощрения в интернете. На консольке у нас две активные кнопочки. Это Power и Reset. Eject не работает. Картридж ставить нельзя. Это все для аутентичности. Но огонечек загорается. Сзади два разъема. Один под HDMI. Второй под microUSB. Это питание. Какого-то блока, который вставляется в сеть 220 вольт, здесь нет. USB вы можете воткнуть куда угодно. В любой другой зарядник, который у вас есть от мобильного телефона, в ваш компьютер. В какую-нибудь, я не знаю, в телевизор можете воткнуть или даже в Power Bank. Осталось подключить контроллеры. Но здесь мы с вами что видим? Декоративные порты. Ну, было бы, конечно, странно делать здесь обычные входы, как были на Super Nintendo. Тем более, что там один, наверное, вот такого вот размера. Да и уже у Nintendo есть стандартный разъем. Мы его видели со времен V. Сейчас он, опять же, использовался в NES Mini. И это просто красивая декоративная крышечка, которая скрывает разъем. Я понимаю, почему так сделали. Эта крышечка, может быть, и не слишком красивая. Но два таких разъема спереди. Они бы портили всю картину. Поэтому, когда вы не играете, вы можете поставить на полочку консоль. Она будет все равно красиво выглядеть. Когда играете, ее можно открыть и подключить в ваш контроллер. Так, не той стороной. Как и в NES Mini, все начинается с выбора языка. Русский по-прежнему присутствует. Это приятно. Ну, а дальше можно сразу играть. Давайте пробежимся по всем 20 играм. А точнее, по 20 плюс 1 игре. Около половины игр в SNES Mini это прямо такая сугубо нинтендовская классика. То есть игры, созданные компанией Nintendo. Но говорить я буду все-таки в разнобой, потому что прямо сейчас смотрю на заднюю часть коробки. Super Mario World. Здесь все понятно. Одна из лучших игр про Марио. Великолепная, прекрасная, с кучей секретов. Всем советую. Donkey Kong Country. Тоже супер-классика на Super Nintendo. Мартышки стали популярными. Про них стало выходить много игр. Secret of Mana. Отличная RPG. Сам еще не проходил. Думаю, как раз-таки теперь ознакомлюсь. Contra 3. Ну, это вы все знаете. Если смотрите мой канал, делал выпуск. Проходил несколько раз. Проходил на Харде вдвоем с Пашей. Всем советую ознакомиться. На мой взгляд, эталонная 16-битная Contra. Гоночная F-Zero. Не слишком популярная в наших краях. Но, насколько я знаю, на Западе эту игру и даже серию обожают. Super Castlevania 4. Очень много слова супер сегодня будет. Это ремейк самой первой костлы SNES. Одна из немногих Castlevania, в которую я не играл. И, опять же, теперь появился повод. Народ хвалит. Супер Марио Карт, игра, с которой все началось. Сейчас уже есть Марио Карт 8. А вот самая первая. С Мод Севеном. С вот этой вот текстурной трассой, вращающейся под вашими персонажами на картах. Стоит ознакомиться. В качестве истории очень была популярная во времена Супер Нинтендо. The Legend of Zelda. A Link to the Past. Это моя любимая Зельда, открою вам секрет. Она самая крутая и, на мой взгляд, эталонная. Каждый должен ее пройти. Super Goals and Ghosts. Но это боль в чистом виде. Даже, наверное, не пытайтесь пройти ее целиком. Тем более два раза. Ну, это жесть. Earthbound. Игра, в которую я давным-давно тоже хочу поиграть. И откладываю это. Я, в том числе, откладываю деньги, чтобы купить оригинальный картридж. Но теперь она у меня есть в таком виде. Может быть, и сорвусь. Тоже RPG необычная. Сложно вам советовать, учитывая, что не прошел. Но я уверен, что она великолепна. Есть у меня вот такие игры в голове, знаете, которые я надеюсь когда-нибудь пройти. И заранее знаю, что я уже ее люблю. Super Punch Out. Вот в эту серию вообще никогда не пытался играть. Но график в ней симпатичный. Немножко уже погонял. Может быть, вернусь к ней. Супер Метроид. Но это тоже эталонная, по моему мнению, просто часть Метроида. Она великолепна. Музыка, чувство одиночества. Ты на незнакомой планете. Эти твари вокруг. Советую, советую. Со страшной силой. Просто всем. Final Fantasy III. Ну, это американская нумерация. На самом деле, это шестая финалка. Тоже считается просто одной из самых крутых. Особенно среди двухмерных. Это последняя полностью двухмерная игра. Дальше идет Super Mario RPGs Legend of Seven Stars. Вот это проходил. Покупал на картридже. И не помню, представляете, не помню, кому-то отдал из друзей. У кого она сейчас находится, вспомнить не могу. Великолепная RPG. С нее начались целых две серии. Mario & Luigi и Paper Mario. Самая первая RPG-шка, которую сделали, кстати, Square Enix для Nintendo. Mega Man X. Еще одна великолепнейшая игра. Игра проходил с огромным удовольствием. Правда, только ремейк. Теперь будет, опять же, повод пройти и оригинал. Мне больше нравится графика в оригинале, потому что она спрайтовая. А в ремейке на PlayStation Portable она была все-таки такая 2,5D. Эта игра, наверное, лучше. Kirby Super Star. Пар 8 игр в одной. Это какой-то сборник. Я в него поиграл. Вроде бы прикольно, но я пока еще даже не разгадал, о чем он. Но Kirby, Kirby, он найдет свою аудиторию. Но он все-таки для лиц помладше. А вот Kirby's Dream Curse меня, привет, не удивил. Потому что это непривычный мне Kirby, который мне, если честно, немножко поднадоел. Я, мне кажется, вырос из таких простых платформеров. Kirby's Dream Curse. Это гольф, черт возьми, гольф. Такой мини-гольф, но при этом очень приятный, с кучей фишечек. И мне зашло. Yoshi's Island, опять же, одна из моих самых любимых игр для Super Nintendo. Опять же, мой самый любимый Yoshi. Это эталонная игра с таким графоном для Super Nintendo. Ты просто играешь и не веришь, что это Super Nintendo тянуло. Тоже всем советую. Я проходил на 100% со всеми сложнецкими уровнями, которые открываются после... Обязательно. Обязательно. Street Fighter 2 Turbo. Ну, конечно, на аркадных автоматах Street Fighter всегда будет выглядеть интереснее. Но, опять же, в то время на Super Nintendo и на другие консоли Street Fighter и раскупались нехило. И для многих, наверное, это тоже классика. Дальше идем. Star Fox. Это игра, использующая специальный чип. Все в 3D на Super Nintendo. Одни из первых трехмерных игр на консолях выглядели. Именно так стоит ознакомиться. Тем более, что здесь скрыта еще одна игра. И игра эта особая. Star Fox 2 изначально заблокирована и открывается только после прохождения первого уровня в оригинальном Star Fox. Наличие в SNES Mini Star Fox 2 это, на самом деле, уникальное событие для фанатов Nintendo и для игровой истории вообще. Потому что Star Fox 2, хоть и попал в интернет, официально игра никогда не выпускалась. К тому же в сеть утекла альфа-версия. И позже фанаты даже выпускали патч, который сделал из нее практически законченную игру. Румхакерам удалось убрать некоторые баги и дебаг-код, который предназначался для тестирования разработчиками. И эту версию умельцы даже успели закатать на картридже и пустить в продажу. Однако до этого момента никто не видел полностью законченный Star Fox 2. И теперь это случилось. Спустя 22 года. Кто-то скажет, что 21 игра и это очень мало. Кто-то скажет, что можно было бы добавить еще двух Данки Конгов и где вообще мои хронотриггеры и всякие червяки Джимы. Кто-то даже вспомнит, что в NES Mini было 30 игр. А я скажу, что у SNES Mini с играми все прекрасно. Все-таки это уже в разы более серьезная подборка, чем на NES Mini. Почти все игры уже не на час и не на два. Да какой там, одни RPG отнимут вас по 20-30 часов. Каждый. Это будет отличный игровой опыт. Особенно, если вы все еще не проходили Final Fantasy 6, Super Mario RPG или Earth Bound. Ну и не забывайте, что еще пока небольшая, но уже линейка мини стала очень популярной серией продуктов. А значит, выход второй SNES Mini с другим набором игр вполне себе возможен. Хотя пиратство тут может сыграть свою злую шутку. Ведь внутри SNES Mini практически идентично NES Mini и Nintendo, похоже, не сильно сопротивляется действиям хакеров в этот раз. Ну а что, все равно никакой интернет-магазин к этому устройству не прикручен, да и продажи от этого только растут. Что касается софтовых обновлений, в SNES Mini появились красивые и местами анимированные рамки, которые совсем не раздражают, а заодно спасают современные телевизоры от выгорания пикселей. Да и использовать их не обязательно. Читерить теперь можно не только при помощи сохранений в любой момент, но и перемоткой назад от этих сохранений примерно на 40-50 секунд. Игру можно просто взять и продолжить в любой точке. Теперь все сохранения содержат в себе вот такие вот демки, и они даже будут автоматически проигрываться в меню консоли, напоминая вам, как вот тот вот сложный босс недавно навалял вашему персонажу. Иногда вот даже обидно пересматривать эту жесть. В завершении хочу сказать, что SNES Mini как продукт мне кажется гораздо более удачным, особенно для России. Потому что NES это такая платформа, которую в разных частях мира любят совершенно по разным причинам. В Японии были одни хиты, в США и Европе другие, у нас вообще третьи. Да и не было у нас NES. Хочет наш человек в танки на Денде играть, а в магазины завозят непонятную коробку со всякими Зельдами и Метроидами. А SNES Mini это та самая консоль, которую дядя Сереж показывал нам по телевизору и которую хотели все. Водка плохо. Супер Нинтендо хорошо. А тут вот она, та самая Супер Нинтендо с лучшими хитами прямо как тогда в телевизоре. Или из рассказов друзей, которым посчастливилось чуть больше. Правда картриджами им меняться было не с кем. В общем, если понимаете о чем я, то берите не задумываясь. Расхватают в считанные недели. Ну а теперь вот об этих трех коробочках. 11 ноября в Москве у нас с Сашей с Кто Кого будет встреча с подписчиками. Мы будем с вами общаться, фоткаться и самое главное играть в ретро игры. А если точнее, это будет турнир по мотивам как раз таки нашего шоу Кто Кого. И вот там можно будет выиграть все три этих SNES мини. Недавно на канале я выкладывал анонс нашей встречи, но такие ролики обычно немного просмотров собирают. Это печально. До чего я объясняю, переходите в нашу группу турнира по ссылке в описании и смотрите все подробности. А чтобы не искать анонс, я вам просто еще раз сейчас его покажу. А обзор закончился. Лайки там, подписки и все дела. Санек. Саш, че такое? Да я комменты читаю. Ну ты че-то прям залип, че там такое? Да какая чушь, блин. Типа, я в эту игру 15 лет играю. У меня тут, блин, все с первого раза получится. Я вообще отец и бог, а вы дно и чмо. Да ты видел, они все время недовольны. Даже на моем канале за меня никто не болеет. Ну и что? Да блин, да если бы они сами попробовали... Вы давно просили нас о встрече с подписчиками. И мы давно думали над тем, как же можно сделать это необычно и интересно. И мы придумали. Ждем вас 11 ноября в клубе Драйв Холл в Москве. Вы сможете пообщаться с нами, послушать вживую Сашину музыку. А самая главная часть шоу это турнир «Кто кого» с уже знакомыми вам заданиями по третьему сезону. Только в этот раз участвовать будете вы, а мы будем комментировать все происходящее со сцены. Шанс поучаствовать будет у всех посетителей. Мы рандомно отберем 32 участника из зала. Кстати, первым заданием будет Castlevania из финального выпуска третьего сезона. Так что можете уже начинать готовиться. Следующее задание мы будем постепенно объявлять в группе мероприятия в ВК, а на финал приготовим что-то особенное. Победители получат призы от наших друзей магазина shop.buka.ru, ссылку на который вы найдете в описании, и Nintendo. За первые три места в турнире мы как минимум подарим по консоли SNES Mini. Остальные призы также скоро будут объявлены в группе, ну а победитель еще и унесет с собой блестящий кубок «Кто кого». Мы хотим сделать не только сходку подписчиков, но и крутое мероприятие, посвященное ретро-играм в приятном месте. Это важно. Заказать билеты тоже можно в группе по ссылке под роликом. Кстати, к каждому из них прилагается минимум по две, а нет, по три ножевых эмоции. Вот это я текст написал. Короче говоря, 11 ноября приходите, все ссылки, все подробности есть в описании, будет очень круто. Я считаю, что на полке этот красавец будет очень классно смотреться. У меня такое уже есть, но это побольше, это побольше, чем у тебя. Также есть ссылка на специальную группу в описании, подписывайтесь, посвященная этому мероприятию. Все новости там будут по турнирам, по обновлениям, то, чего мы еще сами не успели понять, потому что мы только сейчас это организовываем, это очень сложно. Очень круто, очень круто. Я прям жду. Да. Прям огонь. Все, спасибо вам за внимание. Приходите, подписывайтесь. Пока. Ну, а Сашка, руки туши.